Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире культурное наследие Западной Армении, крепость Хошаб. Давай погуляем, веселое занятие для детей Армении и Арцаха. По словам Моргентау, идея депортации армян была немецкой. Григорий Айвазян, действия Азербайджана в плане демаркации незаконны. Турция в катастрофе, фактическая инфляция превысила 50%. Армяне в вана возле пекарни. Газета Daily Sabah написала о музыкальных тарелках династии Зилиджан. Крепость Хошаб расположена в городе Васпуракам Западной Армении. Замок построен к юго-востоку от озера Вам в окружении высоких гор. Со времен Араратского царства Урарту крепость располагалась на мощном торговом пути в Персию. Неудивительно, что крепость имела довольно значительную роль. Согласно легенде, у главного архитектора отрубили руку, чтобы он не построил ничего красивее. Говорят, что крепость Хошаб – жемчужина региона, ведь найти такую же крепость просто невозможно. Прошел год с момента агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха при военной поддержке Турции. Со временем была опущена занавес над последствиями этой войны. Беженцы, оккупированные территорией Азербайджаном, поддержка развития Арцаха и его статуса. Чрезвычайный гуманитарный кризис был разрешен быстро, но структурные, социальные и человеческие проблемы далеки от решения. В частности, интеграция беженцев в Арцахе, которые стали вынужденными переселенцами в своей стране. Наша общественная организация «Еркир», действующая в Лионе, присутствует в Арцахе и в Армении со времен Первой Арцахской войны. Статья полностью доступна на нашем сайте. Цитируем отрывок из мысли честного друга армянского народа Генри Моргентау. «Талиад произвел на меня впечатление человека, который хочет уничтожить всех армян. Он проинформировал меня, что Комитет Союза «Прогресс» очень подробно изучил этот вопрос и что проводимая политика было ими официально принято. Он сказал, что «я не должен думать, что решение о депортации было принято поспешно». Фактически, это результат долгой и хорошо продуманной программы. Генри Моргентау был послом США в Османской Турции с 1913 по 1916 года. Дипломат был назначен президентом США Вудро Вильсоном, который был стойким сторонником справедливого решения армянского вопроса. Статья полностью доступна на нашем сайте. На телевидении Западной Армении кандидат исторических наук ученый Григорий Айвазям подробно представил такие важные эпизоды зарождения и становления азербайджанского государства, которые дают понять, что государство было создано в результате этнической чистки разных народов, проживающих в этом регионе. По мнению азербайджанского эксперта, азербайджанской нации как таковой нет. Соответственно, и азербайджанцев быть не может. Айвазян также упомянул незаконную оккупацию Азербайджаном большей части на Хиджевана и Арцаха, отметив, что Азербайджан не может рассматривать эти территории как свои собственные, поскольку данное государство считает себя правоприемником Первой республики с ее территориальными границами, а на Хиджеван и Арцах были оккупированы им в советское время. Азербайджан считал советский период периодом оккупации, отрицал ее существование. То есть, Азербайджан не может провести свои границы, основываясь на картах советского периода. В социальных сетях Турции стали обсуждаться вопросы инфляции, роста цен и досрочных выборов. Согласно отчету по инфляции, подготовленному группой по анализу инфляции, темпы роста индекса потребительских цен в Турции за период в 12 месяцев составил 49,87%. Профессор экономики университета Джона Хопкинса Стив Ханке объявил, что по его подсчетам уровень инфляции в Турции составляет 58,75%. Ханке в своем сообщении в социальных сетях по этому поводу написал следующее. Центральный банк сообщил, что официальный уровень инфляции в Турции в октябре составил 19,89%. Эти цифры не соответствуют действительности. Статья полностью доступна на нашем сайте. Эта фотография армян, окруженных турецкими войсками в надежде получить хлеб в общественной пекарне Вана, была опубликована в первом издании мемуаров бывшего посла США в Османской империи Генри Маргентау, опубликованных в Нью-Йорке в 1918 году. Подпись к фото гласит, этих людей без предупреждения выселили из домов и гнали в пустыню. Во время депортации тысячи женщин, детей и мужчин погибли не только от голода и лишений, но и от бесчеловечной жестокости, сопровождающих их солдат. Ван – одна из древних столиц исторической Западной Армении. Этот армянский город с почти трехтысячелетней историей был лишен армянского населения во время геноцида. В 1915 году, когда в армянских деревнях вокруг города Ван вспыхнули массовые убийства, как и в любом другом армяно-населенном районе Османской империи, в начале апреля армянское население города около месяца защищалось, сопротивляясь нападениям нерегулярных курдских отрядов и турецких войск. Во время боев Ван был превращен в руины, а те, кто не смогли мигрировать, были убиты. Бренд Зилджан официально признан старейшим семейным бизнесом США. Армянская династия изготавливает музыкальные тарелки уже 400 лет. Турецкая газета Daily Sabah представила наследие династии Зилджан. Автор Мэтт Хэнсон, описывая выставку, которая и была посвящена статья, пишет, что одно из самых впечатляющих и шиакирующих направлений искусства – это произведение Эге Канара «Анот», в котором изучается искусство изготовления тарелок под руководством армян. Канар нашел информацию о семье Зилджан в османских архивах, как и их ранние произведения. История известного бренда Зилджан восходит к 17 веку. В Константинополе жил известный алхимик Керобе Аватис, который пытался получить золото из смеси разных металлов. В одном эксперименте он создает уникальную смесь. Листья из этого материала издавали абсолютно чистые звуки. Так был создан прототип современных музыкальных тарелок. Спустя время музыкальный инструмент стал пользоваться большим спросом. Следует отметить, что во время геноцида армян многим членам семьи Зилджан пришлось бежать в США. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!